Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя, но и для паники у нас нет никаких оснований. Звернул увагу Александр Лукашенко и на пытание цены при закупце импортного медицинского обсталявания и леков. Президент отзначил, что ранее бывали выпадки, коли купляли по завышенным коште. Конкуренция и рынок справа добрая, але повинен быть минимум и максимум без астрономичных личбов, яше и неоправданных. Керауник державы выказал готовность умешаться, коли есть проблемы у дадзиной сферы. Закранули подчас диалогу и темы коронавируса. Ситуация у Беларуси под контролем, причины подстав для паники нема. Головное сумление грамадян. Некоторые хворые долго не звертались по медицинскую допомогу, тем самым рызыкуючи своим здоровьем и близких. Ситуация выявила некоторые проблемы. С одной стороны, это, наверное, отдельная несознательность отдельных людей. С другой стороны, наверное, это ненужная шумиха, которая сейчас есть в прессе и в попытке вторгнуться в личную жизнь людей. Они скрывают о том, что они находились в эпидемически неблагоприятных районах, и они поздно обращаются за медицинской помощью. Если мы будем видеть сознательное отношение наших людей к своему здоровью, то можно обсуждать, и мы будем сейчас разработывать алгоритмы методики самоизоляции. Что человек, если он прибыл из эпидемически неблагоприятного района, либо контактировал с каким-то из заболевших пациентов, мы разрешим ему самоизоляцию на дому. Для того, чтобы все-таки в домашних стенах, если он позволяет, и он живет один, то почему бы ему самому не пожить. Но, естественно, мы будем каким-то образом контролировать этот вопрос сейчас обсуждается. Подчас размовы президент отзначает, что не варто створать штучный ажиотаж и скуплять маски с леками. Головное – прислухваться до рекомендаций урачов и заховывать дистанцию в громадских местах. Ранее Сусветная организация Аховы Здоровья подяковала Беларуси за оперативное реагование на ситуацию с коронавирусом. Помощник президента Республики Беларусь инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко сегодня провел у Петрикове промую телефонную линию и особистый прием грамадян. У приватности жихары Петриковского района и города Гомеля скарделися на низкую, по их словах, якость хлебопродуктов, отсутность увезцы лазни, тих громадской душовой, наявность аварийных древ на территории населенного пункта. А проча таго грамадяне звернули увагу на неналежным чинам проводимые ремонтные работы и огучили некоторые проблемы ведения фермерских господарок. Усе пытания берутся на контроль. Причим для принятия кончатковых решений у шерогу выпадков необходимо будет провести додатковые проверки с выездом на место. Сначала будет изучен вопрос, а потом будет принято решение. Я о принятом решении вам будет отвечено письменно. Какое решение? Объективно, понимаете? Я не принимаю ни одну сторону, ни одну, ни вторую сразу же, пока не изучен этот вопрос. Сегодня у Петрикове официйно открыли физкультурно-оздоровленший комплекс Припять. Он находится на месте реконструированного стадиона. Подразнение от попередних аспортивного объекта новость является шмат функциональным. В эксплуатацию увидены беговые дорожки с синтетичным покрытием. Такое ж на волейбольной и баскетбольной пляцовках. На футбольном поле можно проводить поборницы практически при любом надворье. А прочее того, комплекс включает у себя вуличные тренажеры, воркаут-пляцовку, трибуны на 820 местах. Меркуется, что тут будут культивоваться четыре вида спорта – футбол, волейбол, тяжкая и легкая атлетика. На нашем футбольном поле мы готовы принимать турниры, матчевые встречи. В эту субботу у нас будет играть шахтер Петриков и локомотив Гомель в 13.00. Это будет первый такой более уже серьезный матч. По администрации на бытовом будинку, комплексу, разместели, тренажерные залы, кафе, гостиничный и оздоровленный сектор. Вплыв Масмедия на громадство, лез друкованных выдастов и информационная безопасность страны. Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич сегодня встретился со студентами и выкладчиками Гомельского государственного университета имя Франциска Скарины. Под обязанностью в материале Ганны Каральчук. Со встречи с министром информации проходила в формате открытого диалога. Молодь цикавила, кого Александр Карлюкевич лечит аутеритетами сирот журналистов и какие лучшие проекты относят до своего профессионального успеха. В свою очередь, выкладчики благодарили Александру Карлюкевичу за поддержку патриотичных напрацовок и выказали хваливание на конзахаваниях исторической правды про военные подеи. Министр отзначил, что этот аспект знайшел адлюстрирование в концепции информационной безопасности Беларуси. Гучали бы Таня об лёсе беларусской мовы у СМИ и добрых прикладах сучастной беларусской литературы. Для меня и моих однокрупников эта встреча показалась очень увлекательной, интересной. Мы узнали много нового о молодых авторах и как филологам нам это было полезно и очень интересно. Мне нравится беларусская СМИ. Я часто читаю новости на беларусской мове и считаю, что нужно внести больше беларусского языка в нашу жизнь. Но, к сожалению, у нас не так много людей разговаривают на беларусской мове. Имкливый ритм жития, великая колькость информации – выклик для сучастных СМИ. Кожная редакция должна размещать много новин на своём сайте и в социальных сетках, створать разные мультимедийные продукты и шукать наибольшие запотребованные форматы и темы. У всех это потребует ответной профессиональной эдукации. Это вопрос так же взялось во время проведения в Украине семинаров на тему роли местных СМИ в социально-экономическом развитии регионов. И керевники администрации президента, и непосредственно наместник керевника администрации Андрей Михайлович Кунцевич говорили про то, что активность медийная должна совпадать с профессиональной эдукацией. Что, не глядя на то, с какой профессии кто-то, особенно керевник районной газеты, пришёл на свою посаду, он всё-таки должен держать исключительно профессиональную журналистскую эдукацию. Тогда можно будет на высоком уровне говорить и про мультимедийность, и про конвергентность. А самое главное – життяулять в использовании всех сил коллектива редакции в выполнении задач в разных осяродях. Далее министр информации разом с ректором университета Сергеем Хахомовым наведал филологичный факультет ВНУ, где працует литературно-осветницкий центр «Патриотика», Центр навучания китайской мовы «Иурыто», кабинет Франциска Скарыны и литературный музей «Альма-Матер», где презентованы книги и выдания выпускников университета. Встреча важна в первую очередь для студентов. Мы пригласили студентов различных факультетов, но в первую очередь, конечно, студентов филологического факультета. Они из первых уст могли услышать ответы на интересующие их вопросы. Я уже говорил при открытии встречи, что министр Александр Николаевич Корлюкевич является еще и писателем. Ганна Кральчук, Яуген Макенко, телерадо «Компания Гомель». Сегодня в областном центре стартовала республиканская громадянско-патриотичная акция «Мы, громадяне Беларуси». Прочистая церемония уручения первых пашпортов пройшла в Музее военной славы. Герои дня – 14-летние юнаки и девочки, которые вызначились в учебе творчества и спорта. Яны – активисты волонтерского руха, переможцы олимпиады с поборницей, лидеры школьных клубов и объединений. Первый документ им уручил керавник администрации Центрального района Гомеля Дмитрий Лебедь. А кроме пашпорта, молодые люди отримали у подарунок малявничное иллюстрованное выдание «Я, громадянин Республики Беларусь» и «Сувенир». Мне очень приятно, что в такой обстановке мне вручают такой важный документ. Я чувствую себя более взрослой. Пусяго, в рамках республиканской и громадянско-патриотичной акции «Мы, громадяни Беларуси», больше 500 девочек и юнаков Гомельской области отримают свои первые пашпорты во урочистых обставинах. Аналогичные мероприемства пройдут во всех районах. Основная задача акции, присвеченной Дню Конституции – знакомить молодое поколение с историей и значением символики нашей страны, документами, основными законами, правами и обовязками громадянина Беларуси. До речи, с нагоды Дня Конституции нотариусы проведут бесплатные консультации. В традиционной акции примутся дел все нотариальные конторы и Бюро Беларуси. В пятницу 13-го саковика граждане могут отримать отказы на питание, которые выходят в компетенцию нотариуса. Это в приватности – оформление спадчанных правов, складание завещаний и шлюбных договоров, здесь не менее выканавчих надписов. Полный спис нотариальных контор и Бюро, а так само часы их працы можно удокладнить на сайте Беларусской Нотариальной Палаты у разделе «Знайсти нотариуса». Администрационные методы уздеяния – не панацея. До такой высновой пришли удар жалтой инспекции после проведенного анализу аварийности на дорогах областного центра. Только инспектованием в улице, складанием протоколов, колькость ДТЗ знизить не отримается, резюмують у ДАИ. Гэт резервы системы мер по регулированию дорожного руху себе вычерпал. Одним из наибольш перспективных шляхов выращения ситуации, на думку уладов, может быть продуманная организация дорожного руху и удосконаление дорожной инфраструктуры. Промагчимое новое увядение в нашем наступном репортаже. Обстановка на дорогах Гомеля протягивает оставаться складанной. За два месяца и года, в сравнении с аналогичным периодом минулого, на 30% повеличилась колькость ДТЗ – с 23 до 30. Взросла и колькость загинувших, их уже двое. В 2019-м за студеней люты не было ни одного. Прозабластный центр проходит с некольки транспортных артерий. Найбольшая аварийность означена на улице Советской, и на то есть свои причины. Вздуже ей размешана наибольшая концентрация социально-значных объектов инфраструктуры, гандлёвых и заболевальных центров, кафе, банков, научальных установ, гостиниц. На тротуарах зауседы великий поток пешеходов, а сама проездная частка – головная транспортная артерия Гомеля. Улица Советская города Гомеля является наиболее аварийно опасной. Каждый десятый ДТП происходит именно на этой улице. За последние 15 лет на ней погибло более 50 человек в результате дорожно-транспортных происшествий. Советская ГТА еще и протяг республиканская автодорога магистрального значения. И для ее характерны несколько проблем. Высокая аварийность, низкая худкость потоку, у середням для громадского транспорта не выше за 15 км в годину, и достатковая эффективность транспортной инфраструктуры. Моё одно предложение – сделать остановочные площадки для общественного транспорта. То есть заездки, ну такие как карман. Потому что отравили бы, что останавливается в крайней правой полосе, а ряд сразу перекрывается. Ну и, конечно, бы в идеале ее расширить, все-таки центральная магистраль города. Я думаю, что полоса для общественного транспорта будет замечательная. В УВД поворачивать туда закрыли. Пускай бы летом откроют, потому что как бы там молодежь ездит туда, ну неудобно стало поворачивать. Ну это моё чистое мнение. Однако думки грамадзян не заусюду супадают с бачением профессионалов. Инспекторы ДАИС, уместно со специалистами Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, постоянно вывучают основные факторы и погрозы, які соденничать у зникнению аварийно-небеспечной обстановки. Оптимизация дорожного руху на улице Советской по кульс находится на стадии пропроцовки. Однако основные на прамке реорганизации уже намечены. И они деталево вывучаются на предмет эффективности и рентабельности их укоронения. Разглядается пытание об вделении особной полосы для руху громадского транспорта по всей улице. Это дозволит полепшить умовы для маршрутных транспортных сродков и снизить худкость авто за ушчельнение потоку. А кроме этого, плануется организовать однобоковый рух на участку от площади Ленина до пересечения с улицей Селянской. Особная позиция – организация Велоруху. Было принято решение на развитие альтернативных способов передвижения. То есть велосипедное движение, общественный транспорт. То есть, в общем, нам надо как-то переориентировать за счет этих мероприятий транспортный спрос с индивидуального транспорта на общественное, на велосипедное движение. Такие меры, на думку специалистов, дадут макшимости снизить транспортную нагрузку, выключить конфликтное взаимодействие с устречных транспортных потоков. Так само для понижения худкости руху авто и гаранты беспечных операходу пешеходами проездной частки на буйных скрыжеваниях плануется уладковать островки безопасности. В настоящее время у руководства города, области и у руководства госавтоинспекции сложилось правильное мнение, что расширять бесконечно невозможно. Сколько не расширяй, люди все равно год, два, максимум три догоняют это повышение пропускной способности. В итоге проблемы только усугубляются. На заключенном этапе будет оптимизованный иснуючий режим працы светлофорных объектов, так званая «зеленая хваль». На даденый момент питание застаётся открытым. Усе запланованные для реализации нового веодзения будут вынесены на громадское обмеркование. Руслан Габрилёв, Александр Гамоль, Александр Харлам. По телерадиокомпании «Гомель». У «Гомеля» произошло посаджение координационного совета в рамках проекта развития потенциала для працы уладкования. Он реализуется в Беларуси, Армении и Грузии при поддержке Датского «Червоного крижа». Гомельская областная организация «Червоного крижа» долучилась до проекта в студии 2019 года. За этот час в регионе створено шесть информационных центров. В «Гомеле», «Мазыры», «Речицы», «Карме» и «Рогачёве». Их забеспечили мультимедийным обсталеванием и информационными материалами. Для дальнейшей работы с молоддью провели отборы навучения волонтёров у Тымлику, сиротсупрационников районных управлений по праце и социальной обороне. Наступный крок – формирование фокус-групп. Было проведено шесть фокус-групп, в которых приняли 120 человек. Данные фокус-группы проводились совместно с управлениями по труду занятости в социальной защите, оценивались потребности обучения. Были выявлены такие темы для дальнейшего обучения, как, например, обучение жизненным навыкам, лидерство общения и разрешение конфликтов, правовая поддержка. На основании этих запросов мы уже формировали дальнейшие планы работы. Основная мета проекта – мотивация молодежи в регионах до занятков предпринимательством. Для их организовывали тренинги по лидерству и в решении конфликтов, развитие бизнес-инициатив, подрихтование документов и по шуку субсидий. Работа волонтёров проходила по принципу «ровный навучай ровного». В сего тренингах по предпринимательству приняли уделка ляста человек. В ближайших планах на этот год – организация оплачиваемых профессиональных курсов для молодежи с социально-уразливых категорий – от имлику инвалидов и створение системы наставництва. Так само будет створен онлайн-архив бизнес-проекта. С початку года в Гомельской области 20 человек потерпели от укусов кляшчоу. Частей за всю от них покутают наведывальники лясов и дачники. Это насекомые могут заразить человека кляшчевым энцефалитом, хворобой лайма и иншими инфекционными захворываниями. Тому после укусу кляшча необходимо неоткладно звернуться до урача. Максимальный профилактический эффект достигается только в том случае, когда лечение начало первые 72 годы. В ходе находения в лесе необходимо максимально прикрывать тело, опранять светлую вопротку с долгими рукавами и капюшоном, выкористовывать репелленты, периодично проверять скорные покрывы. Не все кляшчы заразные. Хотелось бы отметить, что кляшчы переносят в основном две инфекции – это кляшчевой энцефалит и лаймборелиоз. И в нашей области регистрируется в основном только лаймборелиоз. Кляшчевого энцефалита у нас не регистрируется. Гэта и атак сама иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телерадиокомпании Гомель продолжает де-факто. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Сегодня утром в Гомельское областное управление МЧС поступило сообщение о минировании здания Гомельского областного суда. К месту происшествия незамедлительно прибыли наряды органов внутренних дел и другие экстренные службы. Проведена эвакуация работников и посетителей суда. В целях безопасности приняты меры по оцеплению здания и близлежащие территории. Часть улицы Кирова перекрыли сотрудники ГАИ. После поступления сообщения об опасности было эвакуировано 27 человек. Сотрудники саперно-пиротехнической группы проверили здание. Взрывные устройства не обнаружено. Суд начал работу в штатном режиме. Хотелось бы напомнить гражданам, что за заведомо ложное сообщение об опасности может грозить уголовное наказание сроком до 5 лет лишения свободы. Причастное к преступлению лицо устанавливается, возбуждено уголовное дело. Заведомо ложное сообщение об опасности, взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, влечет уголовную ответственность. Кроме того, виновное лицо должно выплатить экстренным службам компенсацию средств, затраченных на проведение спецмероприятий. В Гомеле сбили несовершеннолетнего велосипедиста. ДТП произошло на пешеходном переходе на пересечении улиц Советская и Телегина. Автомобиль Hyundai Lantra совершил наезд на велосипедиста. Как видно на этих кадрах, водитель притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, остановился и предоставил преимущество в движении пешеходам и велосипедисту. После чего возобновил движение. Но спустя несколько метров он совершил наезд на 13-летнего велолюбителя, который, не спешиваясь, выехал на дорогу в неустановленном месте. Несовершеннолетний с травмами был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. По данному факту проводится проверка. Необходимо своим детям рассказать, где они имеют право кататься, где нельзя ни в коем случае находиться с велосипедом. Также необходимо не забывать о том, что через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу велосипед необходимо перекатывать. Ни в коем случае нельзя двигаться на велосипеде. Хотелось бы также напомнить родителям о том, что дети до 14-ти лет не имеют права двигаться по дороге без сопровождения взрослого лица. Сотрудники ГАИ оказали помощь водителю на дороге. Экипаж ГАИ в час пика обратил внимание, что на интенсивном участке движения по улице Советской стоит автомобиль. Со слов водителя, машина заглохла и не может завестись. Инспекторы поинтересовались у водителя, что случилось, а затем предложили свою помощь. В Гомеле два водителя решили выяснить отношения прямо на дороге. Конфликт произошел на улице Мазурова в Гомеле. На этих кадрах, размещенных в группе ВКонтакте, видно, как два автомобиля остановились на дороге. Из них вышли двое мужчин и начали драться. Неравнодушные прохожие предприняли попытку разнять противников. Однако, чем все закончилось, история умалчивает. Финала на видео нет. В милиции напоминают, такие действия могут быть расценены как хулиганство. У жительницы Чечерского района интернет-мошенники вымогали 500 долларов, шантажируя преданием гласности пикантных подробностей ее личной жизни. Отправитель писал, что якобы ему известно, чем занимается девушка. Если она не внесет на биткоин кошелек 500 долларов, информация станет известна ее друзьям и близкому окружению. Злоумышленник дал девушке трое суток. Сообщение она проигнорировала. Однако, на четвертый день преступник напомнил о себе. Он оповестил ее о якобы возбужденном уголовном деле. Чтобы замять вопрос, мошенники потребовали заплатить всю ту же сумму. В РОСК просят граждан проявлять бдительность и сообщать о подобных фактах правоохранителям. Спасатели Будокошелевского района помогли женщине снять кольцо. К сотрудникам МЧС местная жительница обратилась по телефону. Она объяснила, что ей необходима помощь в снятии кольца с пальца руки. При помощи хирургической нити кольцо было снято. Состояние женщины удовлетворительное. В госпитализации она не нуждается. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Чемпион пока сильнее. Гомельская энергия проиграла Сарегорскому шахтеру. Очередной матч четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси по волейболу подопечные Дмитрия Лихорадо проводили дома на арене спорткомплекса «Локомотив». Первый сет остался за хозяевами площадки 25-23. А вот в трех последующих победу праздновали горняки 25-21, 25-21 и 25-13. В ближайшую субботу «Энергия» встретится с «Легионом». Игра пройдет в Гомере на паркете «Локомотива. Начало» в 19.00. В женском гонбольном чемпионате действующий чемпион продолжает свой победный путь. На выезде Гомель крупно обыграл «Березину» 42-24. Самая результативная в составе коллектива «Томожи Чаттера» Ирина Стельмах – 7 голов. Первый этап чемпионата Гомель завершит 18 марта домашним поединком против БНТУ «БелАЗ». Сборная Гомельской области заняла третье место в общем зачете Республиканских Олимпийских дней молодежи по прыжкам на батуте. Команда девушек в составе Виктории Галузиной, Дарьи Дроздовой, Арины Граповой и Ксении Яночкиной выиграла бронзу. Третье место и у юношей. На пьедестал поднимались Иван Мельников, Ярослав Фурс, Антон Казакевич и Елисей Пих. В личном первенстве среди девушек – бронзовая Виктория Галузина. И в синхронных прыжках третье место заняли Михаил Шершнев и Елисей Пих. Все спортсмены – воспитанники Гомельской с дюшер номер 4. Теннисные навыки от звездных тренеров. На корте Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису провели мастер-класс для юных спортсменов нашего региона. Свои опыты и знания им передавал первый тренер легендарной Виктории Азаренко – Вячеслав Конников. Такие мощные тренировки по отработке навыков на вес золота ценят их и начинающие спортсмены, и, собственно, учителя. В сжатые временные сроки отрабатываются игровые элементы, позиции и ходы. Знания даются здесь и сейчас, и дети впитывают их, как губки. На таких мастер-классах можно наблюдать, как возрастает у воспитанников желание тренироваться еще больше и еще усерднее. Дети мне в Гомеле очень нравятся, и последние годы, насколько я помню и знаю, огромное количество хороших детей приезжают в Минск, и они являются одним из лучших у нас в стране, и попадают в национальные команды, юморские, ездят на кубки, зимние, летние кубки Европы. И Гомельская школа у нас одна из сильнейших. Но общество тренерской деятельности также передается в рамках мастер-класса. Это тот случай, когда наставники смотрят не на своих подопечных, а на учителя и сами становятся учениками. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.